Когда-то эта территория у Тимоховского пруда и кинотеатра «Искра» радовала видновчан. Со временем состояние архитектурных форм ухудшилось. Подходы к пруду обветшали, ступени кинотеатра разрушились, а памятное место Аллея Славы стало небезопасным для посещения. Для реставрации понадобилось много средств, которых в бюджете городского поселения не было. Однако свет в конце тоннеля появился. В честь юбилея Ленинского района, который жители будут отмечать в 2019 году, и города Видное, в 2020-м правительство Московской области решило выделить муниципалитету круглую сумму на реконструкцию центральной части поселения. Для этого Совету депутатов необходимо было выделить 2 миллиона рублей на разработку детального проекта со всеми сметами, чтобы предоставить документы в область. Как бы ни хотелось конструктивных отношений с Советом депутатов, с депутатским корпусом, как бы ни хотелось понимания, сегодня, к сожалению, происходит совершенно другое. На практике мы видим совершенно другое дело. Надо понимать, чтобы попросить деньги, ты должен не только красиво написать бумагу, письмо, что будем делать то-то, но и приложить концепцию, то есть визуализации этих своих идей. Вынесенное на Совет депутатов предложение главы города Видное о поправках бюджета, выделение средств на создание концепции по реконструкции, большинство народных избранников отклонили, сославшись на то, что проект уже есть и называется он «Зеленая река», который в минувшем году представил руководитель муниципалитета Олег Хромов. Однако не учли, что это была лишь идея, а на детализацию нужны деньги. Собралась бюджетная комиссия и было принято решение исключить расходы из бюджета на, то есть 1 миллион на разработку планов по транспортной безопасности, 9 миллионов 600 на разработку проекта реконструкции улицы Школьная, 2 миллиона рублей на разработку архитектурно-планировочной концепции благоустройства центральной части города Видное. Так город лишился возможности обновить свою центральную часть. Зато депутаты проголосовали за создание новых детских площадок в тех местах, где они уже установлены. Большинство депутатов добились того, чтобы убрать одно, поставить другое. Но если это была борьба со мной, ну хорошо, победили. А это не борьба со мной. Это борьба с жителями, это борьба с городом, это борьба с интересами города. И представлять ее как победу я бы не стал. С таким раскладом вещей видновчане не согласны. Недопустимо, чтобы в таком состоянии была вот эта территория. Здесь много детей. И видят вот эту разруху каждый день мои внучата мне говорят, бабок, а даже здесь починят. Я считаю, что депутатам нужно одуматься и сделать, привести город в порядок. Тут как бы красивое место, озеро красивое. И тут вот все такое сломанное. И даже неприятно тут как бы немного находиться. Хочется, чтобы тут было все красивое, чтобы много цветов тут было. И чтобы не было таких вот. Да, и чтобы новые скамейки поставили для того, чтобы можно было смотреть на красоту этого пруда. Единственное, что депутаты смогли предложить Моисею Шамаилову, это самостоятельно создать детальную концепцию без заказа проекта у профессионалов. Но проблема в том, что такого рода документы правительство Московской области не примет. А значит, 200 миллионов рублей на реконструкцию нам не видать. Гуляя Погасян, Николай Карманов, Ольга Садовская, Видное ТВ.